всем добрый день сегодня ездили по делам мужики мы там доски выбирают хотят попилить хоть по чуть-чуть надо перепиливать это все картошкой картошкой занимались этим перепиливать потихонечку в баню на рожек да так в мангал хотели купить мясо ничего не получилось что-то нету мяса свинины будем делать купат и завтрашнего дня будем отливать так то останется наверх такая трава проверили ребенку зрение зрение с минус два с половиной упала до минус пяти но она ему откорректировала до минус четырех и сказала что возможно в армию таких не берут вам заказали мы очки очки почти на 9000 у нас вышли универсальные какие-то там линзы супер-пупер навороченные будет он всю жизнь их носить теперь все и купили одежду к школе брюки две рубашки купили рюкзак купили так по делам ездили надо было кинешь там уладить дела на работе сюда взять отпуск теперь будем строиться чуть-чуть отдохнет ну как отдохнет настройки я расстроилась конечно зрение у сына упала она горит он сидит постоянно горит за компьютером груда с минус 2 2 с половиной у него было до пяти упала вдалеке не видит вблизи видит это говорит начало зрение падать игру он сидит в очках метр от телевизора и он смотрит в очках ненормально такие дела у нас огурчики вот такие вот получается знаете они же не должны желтеть малосольные они пожелтели выходит я сделала что-то не то не должны быть малосольные зеленые сегодня приезжал кирилл делать колонку опять накормили его вот такие шпикачки у нас получились мы наелись все вообще вкусненько было все завтра мы едем строится муж съездил веруа мерлен и докупился к нашей стройке я вам сейчас покажу чек я ничего не скрываю за какую цену что именно мы покупаем чтобы потом в итоге посчитать сколько нам обошлась постройка здесь у меня в пакете находится розетка к этому дому которым мы сейчас живем вот чек все про все обошло 6980 рубля 36 копеек значит завтра я вам конечно покажу какие шпильки мы купили для крыши жидкое стекло я вам уже показал каким мы пользуемся для отлива арболита пилка бетона кстати жидкое стекло подорожала сейчас я скажу какая цена жидкое стекло 15 килограмм почти 1000 рублей в общем стало стоить жидкое стекло в 898 рублей купил штангу усилительную оцинкованную эта шпилька она идет 8 миллиметров она метровая 16 штук купил обошлось 1120 рублей мастику купил для фундамента буду мазать фундаментом и еще займемся так что у нас вся стройка только начинается а меня прихватило что-то спина невозможно ходить не могу сидеть не ходить не лежать мастика битумная 10 килограмм фундамент так 1907 рублей стоит две штуки купил и того 3814 так масло для цепи купил это нам не важно розетки купил мой как дорого 2034 рубля 250 но это сюда в этот дом это надо без этого никак у нас тут розетки переломанные все старое шайба оцинкованная пружинная 14 рублей стоит одна штука 28 так 28 рублей этого гайки оцинкованные 8 миллиметров я так понимаю ли что ли 10 штук 18 рублей на штука 36 рублей шайба оцинкованная 26 рублей в общем это нам для крыши вот эти все шайбы гайки а еще нам нужно заказать песок это мы хотим знаете куда вот сюда вот вот сюда тройничок поставить потому что но это вообще невозможно она даже начала палец в общем одно сюда на кухню а другую к сыну в комнату продолжать нам нужно еще два раза отлить и там уже пойдет крыша все лето у нас еще вся стройка то есть у нас еще впереди поэтому оставайтесь не переключайтесь кому интересно стройка всем доброе утро а мы у себя приехали себе на участок подготовиться к стройке хотели сегодня отлить но я подвела своих мужиков а меня подвело мое здоровье у меня стреляет спина отдает все в ногу вот напрягаться сегодня не буду муж сказал отливать не будем но если завтра меня не отпустит то они будут вдвоем с сыном отливать такие дела ребята сегодня мы прокосим видите как на у нас тут все заросло мы здесь прокосим прокосим место себе подготовим шпильки сейчас один из принесет я вам покажу какие шпильки мы купили для крыши домик стоит все хорошо все в порядке здесь единственное нужно прокосить вот еще хотела прогрунтовать фундамент забыли грунтовку дома надо было прогрунтовать и только потом наносить гидроизол этот какая уже выросла большая хрущ не хрущ вот он сидит вот они нам прошлое лето не давали вечером покушать невозможно было рот открыть привезли свою газонокосилку триммер сюда можем поставить привезли с собой пульт чтобы показания отправить за электричество вот такую вот мастику я несколько купил технониколь дорогая но говорят очень очень хорошая по отзывам жидкое стекло почти 1000 рублей нам отличить это мои два с половиной раза отливали и у нас только стекла ушло в общем мы отливали не жалели потому что идет все под крышу мы больше добавляем смены больше добавляем стекла эти прошлый раз я здесь травила муравьев вот такие вот им борную кислоту раскладывала помните у нас тут они аж кишмили вот такие вот штанга шпильки это на крышу они пойдут он и вы как-то определенным образом загибать как ему надо какая замечательная у нас косичь молодец красота и здесь прокосил ну как хорошо не пройти было правильно два раза еще еще раз мало но еще раз сможет до конца зальем от этих железок да и все получится раз два и половинка вот 15 сантиметров не будем вот так вот отливать так ровно и будем делать 15 градусов наклон будем делать 4 метра чего ширина ширина 4 метра вот так вот ну ну получается 85 60 сантиметров это высота крыши да нормально в общем цемент хороший между прочим который мы новый купили не портал цемент там он тоже портал цемент но другой и там написано m500 d20 но он по составу как м4 400 не м 500 м 400 ну ничего хороший между прочим очень хороший ничего плохого не видно было в прошлом году им отливать сэкономили бы ничего никаких нет трещин ничего нету абсолютно все стоит ничего не сложилось коробка не разложилась не треснула не промокла не напиталась что еще сказать не заплесвенела ма мало до купишь вот так ну про я такой думаю что ты со всех сторон будешь кстати у нас там чуть-чуть это построились или какой замок отгрохали пока мы работали и за ним еще три или четыре домика такой дом я знаю что по закону если к дому пристраивается гараж то он учитывается в квадратные метры дома и человек потом хозяин будет платить за квадратные метры гаража и мы это учли и строю построили отдельно гараж чтобы не тратить деньги на за квадратный метр гаража как я счастлива что у нас свой домик строится тра-та-та мы скоро будем в нем жить в новеньком вкусненьком домике водичка видите сколько водички набирается тем не менее стены сухие и они вот до конца как мне писали будут до конца до самого-самого будут у вас пропитываться и будут туда все время вода значит фундамент мокнуть нет ничего такого нету мы проверили мы уже два с половиной раза отлили получается раз-два здесь отлили здесь три раза отлили раз-два-три стены вот так вот вот до самого низа не промокают вообще это все ерунда максимум метр это там не везде не про ну вот не промокают они вообще жизнь покажет конечно когда мы будем жить по воду грунтовки я сказала надо было грунтовку с собой взять у нас когда заезжали в татьяне жить в доме куда делали ремонт и купили две крайне канистры грунтовки потому что знали что нам еще пригодится она сюда выгодно купили вообще за копейки сейчас грунтовка дороже стоит я хотела ее взять промазать фундамент с двух сторон потому что он хороший он там от плесени от грибков от всяких он для сцепкости от влаги и все там такое прочее прочее хорошая грунтовка хотела промазать думаю потом подсохнет и гидроизолом замажем ну ладно что теперь забыли я наклоняться не могу у меня спина сегодня болит не могу с речки пришли вот все пор болит спина стреляет смотри у нас как проросла трава да ужас надо будет все скосить надо будет все скосить и потом плодородный слой снять конечно же и все таки планируем здесь сделать подполье и мы его сделаем да потому что мы же здесь будем жить и сажать огород мы спашем его на несколько раз хорошенечко здесь я сажаю второй год уже сидираты засеиваю сидиратами поле здесь только скосите будут одни корешки здесь травы не будет иван-чайры клевер растет и и вытирать корешки не надо корешки у сидиратов хорошо на много много метров прорастают и вытесняют вот эти все сорняки и потом еще удобряют и рыхлят почву потом только вот скашивать эту травку сидират и все а сорняков не будет так что ребятушки сегодня мы отливать не будем по мелочи делать подготавливать стройки а завтра уже будем отливать а я на я вылезу эта палка будет балки на два окна прочертил сейчас он ее распустит и под окно усетли и вместо всякой арматуры место всякое там еще чего железки всякой мы просто не так будем делать как все это делают мы ее вовнутрь запихаем не сюда и никуда а вовнутрь чтобы она была скрыта полностью во внутри было арболита залито посмотрим фундамент стоит все хорошо здесь это было все в земле закопано вот это поэтому он такой волнистый у нас опилка бетон как копали землю так такие бугорочки остались как бы потом полиэтилен у нас был полиэтилен у нас остался под подстройкой получается то есть изоляция от земли есть надо было все прогрунтовать и это бы все подсохло потом бы изоляции не страшны нам не морозы не дожди не грозы не землетрясения не наводнения ничего ничего по ходу он не боится теплый практичный но теплый не знаю поживем увидим но тем не менее или брус там 12 10 18 сантиметров до толщина бруса и каждый брусок это мостик холода мостик холода мостик холода него еще и утеплять нужно правильно а если неправильно утеплите брус то он еще и сгнить может сам по себе это брус дорогой а его еще и утеплять надо ё-моё всем спасибо за просмотр всем хорошего настроения всем мира и добра и пока 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 до завтра